Люди с нарушением слуха и речи теперь могут обратиться в систему 112. Новый регламент информационного взаимодействия утвердило правительство Московской области. Для иностранцев, не владеющих русским языком, также создали комфортные условия общения с операторами службы. Психологи, медики, а теперь и лингвисты. При необходимости операторы 112 общаются с человеком на английском, французском или немецком языках. На рабочем столе каждого сотрудника экстренной службы – шпаргалки с иностранными словами. Они объясняют заявителям, что они попали в службу 112, и для дальнейшей отработки они соединяют уже с профессиональным оператором-лингвистом. Новый регламент, утвержденный правительством Московской области, позволяет службе 112 принимать вызовы от людей с нарушениями слуха и речи. На видеозвонки по скайпу отвечает оператор-сурдопереводчик. Также заявитель может общаться со специалистом по СМС в режиме онлайн. Даже если человек с нарушением речи и слуха будет находиться в Либерецком районе, он попадет к оператор-сурдопереводчику в Подольск или в Красногорск, он примет вызов и передаст необходимую службу, которая находится в нашем районе. Необходимые меры приняли для людей, которые в силу различных обстоятельств находятся в состоянии повышенной нервной возбудимости. В таком случае, если человек соглашается, его звонок переводится на оператора-психолога, который, в свою очередь, оказывает необходимую помощь. Луиза Егия Зарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.